На одну исполнившуюся детскую мечту в Самаре стало больше. Это вдвойне ценно, когда речь о ребенке с ограниченными возможностями. Победительница конкурса «Лучший блогер месяца» организованного телерадиокомпанией «Терра» отдала свой приз девочке с ДЦП. О том, как подарить радость детям и о людях, умеющих это делать, сюжет Светланы Бессольцевой. Ну, первая книжка вот эта, как я и говорила, и вот эта. Какая? Рассказываю о Шерлоке Холмсе. Десятилетняя Варя Харитонова любит читать, ходить в гости и, как все современные дети, играть в компьютерные игры. При этом ее называют особенным ребенком. У Вари детский церебральный паралич – диагноз, поставленный сразу после рождения. Главная мечта девочки – крепко встать на ноги. Вторая исполнилась сегодня. Варя, это тебе планшет. Мама сказала, что ты отличный учрежден. Спасибо! Уда! Планшет, о котором так мечтала Варя, ей подарила Ольга Шелест, руководитель пресс-службы регионального наркоконтроля, который, в свою очередь, современный гаджет достался за победу в конкурсе «Лучший блогер», организованном телерадиокомпании «Тера». Ольга Шелест была признана сильнейшим автором самарской благосферы по итогам мая. Говорит, решение отдать свой приз ребенку-инвалиду не было спонтанным. Так получилось, что последние полтора года мне очень много приходится общаться с родителями особых детей, с особыми детьми, с очень тяжелыми детьми. И как-то я уже не могу пройти мимо этого всего. Я настолько глубоко в это погрузилась. И знаю, как тяжело родителям особых детей в финансовом элементарном плане. По словам Вариной мамы, на реабилитацию каждый месяц уходит от 15 до 100 тысяч рублей. Реабилитация у нас, конечно, очень дорогостоящая. То есть мы каждый месяц по 10 занятий у нас выходят на то, чтобы ездить с Вариной тренажером заниматься. Плюс ко всему у нас еще была бы жилплощадь больше, у нас бы больше было тренажеров дома. Я очень рада, что у меня появился планшет. У меня его никогда не было. Я очень мечтала о нем, о том большом. Я хочу сказать всем еще раз спасибо, кто подарил мне подарки и кто меня сейчас видит. Подарок тут же проверили в действии. Партнер ТЭРа по проекту новостей блогов компания МТС подключила устройство к безлимитному до конца года интернету. Раз мы так уже поддержали этот проект по телекомпании ТЭРа, мы поддержим эту благотворительную инициативу и добавим к этому планшету еще интернет, чтобы ребенок смог воспользоваться всеми возможностями, которые дает планшет. К широкому жесту присоединились и другие представители самарской благосферы. Объединившись, они подарили Варе рюкзак и билеты в цирк и кино. Захотелось принести хоть чуть-чуть радости ребенку. Я вообще людей люблю. Потрясающий ребенок, просто потрясающий, очень эмоционально открытый. Наверное, это одно из самых для меня лично приятных моментов блогерства, что можно сделать вот такой вот приятный подарок, сделать праздник ребенку. Потому что блогеры самарские, по крайней мере, не знаю, как все для городов, но самарские очень отзывчивые. И когда какие-то такие акции происходят, они с удовольствием отвлекаются. Инициатор подарков для Варе Ольга Шелест призналась, что ее вдохновил пример телерадиокомпании «Тера», известной своими благотворительными проектами. На подержении многих лет «Тера» успешно сотрудничает со многими детскими фондами, включая «Радость» и «Русфонд». Только за последние два года при помощи нашей телекомпании «Русфонду» удалось собрать более 20 миллионов рублей на лечение 109 тяжелобольных детей из Самарской области. Я очень люблю ваш телеканал. Один только ваш проект, вот этот вот, да, новости блогов, за него, наверное, можно дать Нобелевскую премию. То есть вот он настолько стимулирующий просто людей. То, что телеканал «Тера» придумал такой проект, мне кажется, он просто говорит о очень высоком статусе интеллектуальном Самарской области. Эксклюзивный мультимедийный проект телерадиокомпании «Тера». Новости блогов продолжаются. Ежедневно самые популярные посты публикуются на сайте trktero.ru и в социальных сетях. Звучат в телеэфире и на волнах русского радио в Самаре. Каждые 30 дней голосованием в живом журнале определяется лучший блогер месяца. А каждые 12 месяцев – лучший блогер года. Субтитры создавал DimaTorzok